Привет всем начинающим и опытным минималистам! Сегодня я хочу очень немножко рассказать и довольно подробно показать, как можно этично избавляться от вещей. Любой человек, заразившийся минимализмом, через некоторое время в результате расхламления имеет у себя на руках довольно большое количество вещей, от которых нужно как-то избавиться. Естественно, я не открою ничего нового, все эти методы известны. Часть вещей можно продать, часть вещей подарить, часть отдать, часть отправить в переработку и какую-то, я надеюсь, небольшую часть просто выбросить. Я в течение нескольких недель специально складировала все вещи, которые я собиралась так или иначе вынести из дома. И сегодня я вам покажу влог, который я сняла в один из предыдущих дней. И мы с вами вместе посмотрим, что и куда отправилась. У нас вчера были гости, натащили всякие пластиковые упаковки. Обычно мы такой не покупаем, ну или минимально покупаем. Сегодня прям очень много мусора. А еще мы вносим бутылки и бумагу. У нас прям недалеко от дома есть раздельный сбор мусора. И еще сегодня нам надо очень много всякого везде развести. Кое-что сдать в переработку, кое-что выбросить. В общем, будем разбираться. Плановый разбор коробок. Паракой от чего избавиться. Из бумаги прессованная, кажется, тоже. Да, из бумаги. Google Wi-Fi. Газбори. И пластик с кодом 0.4. Это подставка для термостата. Паракой нам показал разбор коробок. Некоторое количество пластика. Это в общем мусор. Это такая штука, которая от воровства. Пенопласт. Еще кусок пластика. Упаковка отоплощ. Это надо в технику выбросить. Ну, либо разломать может. Я даже не знаю. Посмотрим. Наверное, в технику выбросим. И целая гора картона. Вообще, на самом деле, и Google, и Apple молодцы. У них очень много такого вот. Из такой прессованной бумаги, упаковки. И вот эти штуки не пластиковые. Итак, что мы имеем. Некоторую часть вещей я уже загрузила в багажник машины. А здесь вот эти носки, они уже либо сильно рваные, либо вообще не отстирываются. В общем, мы раз в примерно, наверное, полгода или раз в 9 месяцев полностью меняем все носки. Например, это детские носки. Они все одинаковые. Мы их просто все выкидываем и покупаем новые, когда предыдущая партия износилась. Здесь провод, который тоже надо вывести в технику, потому что дети его сломали напрочь. Ему уже ничем не поможешь. Это была зарядка для айфона. Детские ботиночки. В общем, надо сдавать в переработку, потому что, ну, в общем, изношенные вообще до самого конца. Детская одежда. Драные шорты, которые уже, в общем, я устала зашивать. Им уже ничем не поможешь. Некоторое количество джинсов, из которых дочка выросла. И они, кроме того, что выросли, вот в таком вот уже состоянии. Вообще джинсов у детей уходит прямо очень много регулярно. Это тоже джинсы, из которых она выросла. Что дальше? Это штаны моего сына. Вернее, это штаны моего мужа, который потом носил мой сын. Но сейчас они уже вообще просто в ужасном состоянии. Мы их прожгли, когда что-то жарили. Детские перчатки, вернее, варежки. Тоже просто уже дети из них выросли. Это, наверное, поедет в секонд-хенд. Все остальное. Ну, в общем, я еще посмотрю либо в секонд-хенд, либо, скорее всего, в переработку вместе с носками. Очки. Я про них уже рассказывала в каком-то другом видео, где разбирала очки. Тут целый контейнер про вот эти вещи, которые в этом контейнере. Я тоже снимала отдельное видео, но до сих пор не вывезла. Не всегда получается вывезти сразу, как только нужно. Поэтому у нас есть такие некие буферные коробки или буферные контейнеры, в которых все скапливается до того момента, когда у меня будет время съездить в секонд-хенд. Здесь еще кастрюлька, которой, я кажется, не пользовалась вообще ни разу. Купили набор из трех. Две нам подходят по размеру. Это слишком маленькая. Вот она микроскопическая. Не вижу смысла ее у себя хранить. Сдам в секонд-хенд. Пусть кто-нибудь пользуется. Сковородка. Я большой фанат каменных сковородок, но их хватает, ну, в лучшем случае, наверное, на год. Это уже... Она совершенно нормальная. На ней можно жарить. Ничего тут страшного не происходит. Но я предпочитаю жарить без масла. Ну, вернее, я не то, что предпочитаю. Я жарю без масла. И для того, чтобы жарить без масла, конкретно это уже не подходит. Поэтому тоже вывезу, наверное, в секонд-хенд. Те, кто жарит с маслом, прекрасно смогут ей еще пользоваться. Вот. И да, я сейчас поеду от всего этого, избавлюсь. Так, еще в качестве некоторого расхламления и избавления от лишних предметов. Так, тут есть отмеча, которые надо отвезти в секонд-хенд. Это, кстати, пакет, который ребенку дали в школе. А сейчас нам надо сдать вот эту сковородку, в которой была курица. Мы ее брали, типа, на прокат. Сейчас пойдем ее возвращать. Так, сейчас нам вернут 15 евро. За сковородку был залог 15 евро. Нам ее вернули. Очень приятно. Сковородка с курицей, которую я только что вернула, она покупалась для дня рождения нашего друга, который мы отмечали у нас дома. И теперь вот я избавляюсь от его последствий. Вернула сковородку. И сейчас я пойду сдавать вот этот ящик с бутылками, потому что пиво все выпили. Раз в несколько месяцев наш мусорозавод вывозит текстиль. Они присылают в почтовые ящики и засовывают такие пакеты, в которых можно сложить все, что вам не нужно, текстильное, и положить в определенном месте возле дороги. Потом проезжает машина мусорная и все это вывозит. Я редко этим очень пользуюсь, потому что предпочитаю сама вывозить мусор. Если что, у нас есть и контейнеры, можно на сам мусорозавод отвезти, можно сдать в какой-нибудь магазин, типа H&M, насколько я знаю, в России они тоже принимают. Так что сейчас я этим пакетиком воспользуюсь и сложу в него все, что пойдет в переработку. А еще сегодня я хочу вернуть своей подруге вот эти книжки две. Она нам давала их почитать для Киры. Кира осилила одну, вторую не смогла. Сказала, что больше читать не будет, поэтому я возвращаю. Вообще у нас дома очень редко бывают бумажные книги, либо вот кто-то даст почитать, либо мы в библиотеке берем, своих у нас нету совсем. Так, я приехала вывезти то, что в переработку, вот что сюда можно выбрасывать. одежду, обувь, игрушки, шторы, сумки и постельное белье. Просто такой обычный контейнер. Сейчас все выгрузим и выбросим. На сайте, кстати, еще написано, что сюда нельзя выбрасывать сильно загрязненный текстик. О, боже, сейчас я как-то одной рукой все это сделаю. Опа. Все. В общем, сюда нельзя бросать матрасы и сильно грязный текстиль. Следующая наша остановка это Second Hand благотворительный. Сам магазин находится вот там. Отсюда его не видно. Здесь находится приемный пункт. Здесь все можно сдать, что тебе не нужно. Они отсортируют, что не нужно, отдают переработку, потому что этот Second Hand при нашем же мусорозаводе. А то, что можно продать, они благополучно продадут. Все, пошла отдавать. Ну вот как-то так это все выглядит. Как-то не очень удобно. Все, у меня пустой багажник. Ура! И контейнеры я свои забрала. В сам магазин мне, конечно, не надо, но пойдемте, я покажу, что там есть внутри. Тут, кстати, можно сдать батарейки в переработку. А так вот. Ну, совершенно обычный соконферент, мне кажется. Много посуды, там наверху одежда. В общем, все, как обычно. Цены очень умеренные. Именно в этом Second Hand стоит довольно много мебели. Прям вот столы, огромные стулья, много всего. Мы тут по своим делам приехали в Икею и заодно будем выбрасывать всякую электронику. У меня есть какой-то провод сломанный, что-то еще. А Нику я вам показываю, потому что она сейчас в футболочке, которая ей досталась от Киры. Да, Эван? Узнаешь футболку? Я уже, кажется, много раз показывала. Икея принимает всякую технику, лампочки, батарейки на переработку. Я вот привезла свой провод сломанный, отправляю его. И, кажется, на этом все. Моя миссия на сегодня, по крайней мере, закончена. Ну, вот и все. Я избавилась от всех ненужных вещей, которые к данному моменту были у нас дома. Мои вот эти буферные коробочки и контейнеры снова пусты. Ура! Это замечательно. Если вам было интересно посмотреть, как это все здесь устроено и как мы организовали внутри семьи все эти процессы, поставьте, пожалуйста, лайк. Мне будет очень приятно. И подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Спасибо за внимание. Всем пока-пока! Пока!